Единоклассным решением судей победу одержал Рашид Факобов! Махачкала школа Абдулманафа Нурмагомедова! И перед началом этого видео хочется выразить огромный респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Даже в такое тяжелое время они поддерживают промоушены, бойцов и команду Вестника ММА. Спасибо им огромное, Gorilla Energy наш любимый энергетик! Хотим поздравить Рашиду Агабову с победой. Поздравляю, непростой бой получился. Расскажи, какие сейчас эмоции, какие сейчас мысли? Эмоций даже нет, можно сказать. Чуть недоволен с тобой, очень плохо подрался. Но соперник, честно говоря, оказался очень физически сильным. Особо даже не ожидал такого. Но я знал, что он физически крепкий, но не настолько думал. Тебе нужно было время, чтобы сейчас сюда прийти и восстановиться? Какой-то сбой был в организме или просто как раз в бою слишком много досталось? Нет, слишком много не досталось. Просто чуть думаю, отдохну, чуть соберусь с мыслями и подойду. А так все нормально. Твой предыдущий бой был боем за титул с Мансуром Малачиевым. Это было первое досрочное поражение. Расскажи, анализировал ли этот бой и как смог перенести? Да, честно говоря, я долго думал об этом. Анализировал, смотрел, пересматривал, работал над этим. Хотел показать сегодня, над чем я работал, на что я способен. Но соперник оказался настолько сильным, что у меня уже, я не знаю, все прошло не так, как и планировалось. Говорил ли как-то с матчмейкерами лиги или с руководством, с Хабибом, с Шамилем? Сколько нужно теперь побед, чтобы получить реванш? И вообще хочется ли этот реванш провести? Пока, честно говоря, не разговаривал даже об этом. Была цель вернуться, победить. И я сейчас выиграл бой, аль-хамбур-ля. Сейчас поеду домой, отдохну, начну тренировочный процесс и посмотрим, как мой тренерский штаб скажет, что нужно делать. И так будем делать. Я еще слышал, что Мансур Малачиев может покинуть сейчас лигу, потому что хочет выступать в Америке. Если, ну, если спрашивать тебя, да, хотел бы ты его отпустить, если бы от тебя зависело, или все-таки нужен реванш, и тогда уже он может уехать? Ну, конечно же, я скажу, что я хочу реванш, кто не скажет так. Я хочу реваншировать этот бой, но, как и любой другой боец хотел бы реванша. Ну, может, у человека свои планы, не знаю, посмотрим, дальше видно будет, что и как. Расскажи немножко про подготовку. Она обычно проходила в школе Абдулманапа Магомедова. Да, подготовку я проходил в школе, в своем родном клубе, в школе единоборствия Абдулманапа Магомедова. Я со своим тренерским штабом хотел бы поблагодарить их в лице Мухаммеда Багандова, Ильдара Алиева, Мурада Мачаева и всех моих братьев, которые мне помогали. Также Ренат Хавава, у которого мы вместе походим всю подготовку. Сейчас он готовится на защиту пояса. Там Магомед Магомедов был, Реза Резаев. Многие другие, всех перечислять, сейчас кого-то забыть, обижать не хочется. Всем Баркова, братья, кто мне помогал и кто был рядом, по словам, делам. Всем Баркова, я благодарен всем. Рашид, поздравляю с победой. Ждем новостей о следующем бое. Еще бы хотел поблагодарить Горилла Файтинг за ту поддержку, которую нам оказывают. Большое Баркова вам за все. И также свой родной клуб в школе единоборствия Абдулманапа Нурмагомедова. И своих старших братьев, Хабиба Нурмагомеда, Исама Хаччева. И Хажира Баданова, Сагида и Загахмая, Тагиру Ванбеку за все, что они нам делают. Баркова, хорошо. Да, поддерживаю. Горилла Энерджи помогает нам тоже. Друзья, вы подписаны на инстаграм Рашид Вагаба. Он появится внизу экрана. Подписаны на инстаграм Вестник ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм. Где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.